Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев и коротко о главном. О безопасности дорожного движения говорили в Министерстве внутренних дел на совместном межведомственном совещании. Какова статистика? Вопросом, касающимся помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также теме иммунизации от полимелита посвятили совещание. Благотворительный концерт поддержку бойцов СВО прошел в Черкесске. Правнуки Победы показали зрителям свои лучшие творческие номера. Как важно в любых обстоятельствах оставаться человеком и на что способна спасти мир? Мнение зрителей об историческом фильме «Праведник». В МВД по Карачаево-Черкесии под председательством временно исполняющим обязанности министра внутренних дел Ансара Баташева и главного федерального инспектора республики Игоря Дральщикова прошло межведомственное совещание по вопросу реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В мероприятии также приняли участие представители Министерства образования и науки, строительства, промышленности, энергетики, транспорта, здравоохранения, прокуратуры, управления автомобильных дорог, ГОУЧС и Киберкома. Говоря об аварийности, по итогам прошлого года в республике отмечается рост количества ДТП более чем на 26%, по числу погибших на 56% и раненых на 32%. Главной причиной по-прежнему остаются нарушения правил расположения на проезжей части скоростного режима выезд на полосу встречного движения. Одной из актуальных проблем остается бесхозно пасущийся скот. В текущем году зарегистрировано 18 происшествий, в результате которых два человека погибли и один получил травмы. Игорь Дральщиков выразил озабоченность тем, что гибнут молодые люди и считают наказание, что завожение в нетрезвом виде должно быть максимально тяжелым и влечь за собой лишение права управления транспортными средствами. Присутствующие отметили, что важным направлением профилактической работы является система автоматизированного контроля с заблюдением правил дорожного движения. В Республиканском главном бюро медико-социальной экспертизы прошла межведомственная встреча по вопросам, которые касаются помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации, а также иммунизации от полиэмилита. За дискуссией и разъяснениями наблюдал Артур Мхце. Эта встреча в главном бюро медико-социальной экспертизы прошла по инициативе руководителя учреждения Зуриды Аргуновой. Вопросы оказания всесторонней помощи подопечным с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь с детским церебральным параличом. Варианты взаимодействия представителей смежных направлений – образование, здравоохранение, труда и соцзащиты – это и многое другое обсудили медики, педагоги и социальные работники. Данный межведомственный вебинар проходит на всех онлайн-платформах, где будут жители Карачао-Черкесской республики задавать в прямом эфире интересующиеся их вопросы, и все присутствующие специалисты будут отвечать на эти вопросы, то есть в формате круглый стол. Самые актуальные темы, интересующие жители Карачао-Черкесии вопросы, комментарии экспертов – такого рода дискуссионные площадки позволяют не только получить исчерпывающую информацию о проблемах, но и выработать методики их решения. Тем более, что несколькими днями ранее эта тема была поднята на федеральном уровне. Инициатором обучающего семинара стала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Нам необходимы современные педагогические кадры, говорит она. Это для того, чтобы сопровождать детей с различными нарушениями в развитии. Ранняя помощь детям с УВЗ – это главная цель и залог успешности образования обучающихся детей с УВЗ. На сегодняшний день недостаточно осведомлены и родители о системе ранней помощи, и не готовы специалисты сопровождения, так называют сегодня этих специалистов, работать с детьми младенческого и раннего возраста. Как говорят эксперты, возрастная динамика речевого развития детей с двигательной патологией во многом зависит от интеллекта. Чем выше его уровень, тем лучше результаты логопедической работы. Но это значит лишь то, что с остальными необходимо заниматься ещё усердней. Разумеется, специалистам были озвучены и вопросы, поступавшие во время прямой трансляции. Как осуществляется направление детей с ДЦП на медико-социальную экспертизу? Какой порядок сейчас есть? Что должен сделать родитель, чтобы его ребёнка направили в учреждение медико-социальной экспертизы? Ну, на сегодня упрощена процедура. Это в какой-то мере, наверное, было связано и с пандемией ковиды, которую мы прошли. Этим что-то положительное взятое из этой работы, поэтому на сегодняшний день упрощена процедура. То есть, родителю необходимо обратиться к детскому неврологу. У нас не во всех районах есть детский невролог. Там, где он отсутствует, обратиться к участковому педиатру. Обязательно ребёнок должен быть на учёте. И уже на врачебной комиссии лечебного учреждения лечебная комиссия решает, принимает решение о направлении на медико-социальную экспертизу. Есть несколько причин возникновения ДЦП. Одна из них – инфекционные вирусные факторы. Поэтому участники встречи не обошли стороной и тему вакцинации от полиомиелита. Как сказали организаторы мероприятия, всё, что успели обсудить эксперты, позже будет находиться в интернете в открытом доступе. А значит, у родителей особенных деток есть возможность изучить всю необходимую им информацию. Артур Махце, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. В государственной филармонии состоялась презентация трёх детских книг. Сборники изданы в рамках программы «Реализация государственной национальной конфессионально-информационной политики в Карачаево-Черкесии». Данный проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории, современности, народному устному творчеству. Благодаря совместным усилиям Миннация, представителей научной интеллигенции, преподавателям удалось издать эти книги на нагаевском, карачаевском и черкесском языках. Общим тиражом 3300 экземпляров. Их уже направили в школы и библиотеки районов. В ближайшее время планируется издать книги на абазинском языке. Я считаю, что рождение книг – это подобное рождению детей. И сегодня вот три книги, которые вы видите представлены на этой выставке. Это карачаевская книга «Анательда Ахулсус», это нагайская книга «Алтанкитаб», и это черкесская книга «Цекураж». Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В картинной галерее открылась выставка двигающихся, говорящих и поющих героев из любимых советских сказок и мультфильмов. Ждем вас ежедневно с 10 до 19 часов. Выходной – понедельник. Правнуки Победы за наших. Под таким названием в Государственной филармонии прошел благотворительный концерт поддержку мобилизованных граждан, которые находятся в местах специальной военной операции. Детский государственный вокально-хореографический ансамбль «Харча» вместе с солистами филармонии показали зрителям свои лучшие номера. Алла Качиева побывала на концерте. Вся история России наполнена огненными страницами военных лихолетий, а Победы связаны с героизмом воинов всех поколений. В час суровых испытаний они все как один вставали на защиту рубежей, очищая родную землю от захватчиков, принося мир и свободу. И сегодня благодарные потомки, правнуки Победы, посвящают свои выступления им – освободителям. Сегодня в этом концерте участвуют трое моих сыновей. Это концерт благотворительный, он несет возвышенное чувство. И я желаю, чтобы они вот это настроение передали всем присутствующим. Благотворительный концерт «За наших» собрал желающих внести свой вклад в общее дело и, конечно же, насладиться вокальными и хореографическими номерами артистов. Каждый человек, который в этом во всем принимает участие, он вносит в свою ветру копилку Победы. И нам очень важно видеть, что поддерживают наших ребят и дети, и молодые люди, и старшее поколение. От Куликовской битвы до специальной военной операции на Украине защитники Отечества восхищают своей доблестью и отвагой. Правнуки Победы, государственный недетский вокально-хореографический ансамбль Корча своим выступлением еще раз подтверждает. Народы Великой России, в том числе и нашей Карачаево-Черкесии, едины. Дети гор за мир на земле. Свои песни в поддержку СВО исполнили для зрителя Карачаево-Черкесии Александры Андрианов. В Карачаево-Черкесии достаточно часто. У меня здесь очень много друзей. Приглашение, если честно, я скажу, я не принимал, я сам напросился. Мы просто с Тамарой Магомедовной Уртеновой, мы дружбаны. Вот, мы дружим, общаемся, каждый день на связи. Она мне просто вот сказала, что тут у нас у малышей, у наших будет концерт-мероприятие. Вот я сам напросился, говорю, Тамара Магомедовна, возьмете в концерт? От всей души. Она говорит, от всей души возьму. И от всей души столичный гость исполнил известную песню «Турнала» на карачаевском языке композицию «Люди гор». Ачар Меремкулов, Алиад Нурлубаева, Марьяна Алботова, Алиана Думанишева, Алика Богатырева, Наталья Кремень, Ирина Денисенко. В исполнении этих известных артистов Карачаева-Черкесии прозвучали патриотические песни о службе Родине, победе России и новым территориям. Мы должны поддерживать своих. Мы против войны. И тем не менее мы за справедливость. Ребятам, нашим защитникам, которые сегодня борются за наше спокойствие, желаю им сильного духа, терпения. Они в холоде, в голоде. Но тем не менее страна поддерживает и будет поддерживать. Каждый номер зрители встречали громкими аплодисментами, выражая благодарности артистам и организаторам благотворительного концерта «За наших». Понравился это? Ну, я еще раз приду. Алла Качиева, Мухаммед Ашибоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В кинотеатрах страны продолжается прокат фильма режиссера Сергея Урцуляка «Праведник». Он основан на реальных исторических событиях и главные роли в нем играют как звезды первой величины, так и неизвестные актеры. Впечатлениями от просмотра картины поделились зрители. С их мнением ознакомилась Альбина Ламкова. Фильм о подвиге советского солдата Николая Киселева продолжает покорять сердца российских зрителей. Кто не посмотрел, спешат в кинотеатр «Чарли», так как отзывы и эмоции после просмотра картины восторжены. «Я в предвкушении сейчас начнет этот фильм. Я смотрела многие отзывы и все его хвалят, поэтому я думаю, что мне очень понравится». Сергей Урцуляк постарался через историю рассказать, как важно в любой ситуации не терять здравый смысл и оставаться человеком. В фильме не случайно сделан акцент на том факте, что Киселев, спасая евреев, выполнял приказ. Герой Яценко сей своей работой подчеркивает важность других людей, тех, которых он спасает. Неявный, но герой. Фильм происходит в нескольких временных пространствах. Место действия – Беларусь. Ближе к нашим дням эта линия разворачивается в Израиле, где решают, имеет ли смысл присвоить Николаю Киселеву статус праведника народов мира. Здесь каждый персонаж – человек с удивительной судьбой, говорит министр культуры республики Зураба Гирбов. Посмотрев фильм, он отметил, что картина будет интересна зрителю, потому что как минимум снято интересно. «Фильм «Праведник» – это еще один взгляд на события Великой Отечественной войны, на темы, которые зачастую проходят как-то вскользь. Потому что геноцид еврейского народа, проблемы, связанные с послевоенными гонениями, история до войны – все это очень через жизни людей раскрыто в фильме. Люди откладывали в стороны вообще свою национальность, откладывали какие-то конфликты межэтнические, межрелигиозные и вместе боролись с общим влагом». «Впечатляет. Фильм основан на исторических событиях. Я вообще хожу в кино очень часто, у меня есть пушкинская карта. Слезы просто наворачиваются. Тема войны и патриотизма всегда будет актуальна. Я думаю, тем более в наши дни каждый учащийся, каждый студент, да что говорить, да и взрослого поколения должны посмотреть этот фильм». «Пробежать мост и выжить». К счастью, финал хороший, острые моменты переживаний и нечеловеческая жестокость уже позади. Останется в памяти исторический подвиг и правдоподобная игра актеров. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка, все вместе». Всего доброго и удачных выходных.